Всем привет, на связи ITD и в сегодняшнем видео мы поговорим с вами об одном из самых часто встречающихся вопросов, которые я слышу от зрителей, которые хотят освоить профессию андроид-разработчика. Этот вопрос звучит так. Что выбрать для изучения андроид-разработки? Какой язык? Kotlin или Java? Действительно, тема очень интересная, и мне есть что по этому поводу сказать. Ведь правильный выбор языка сэкономит вам как минимум один год потраченного времени и кучу сил и море денег. Ну а если вы хотите как можно оперативнее освоить профессию андроид-разработчика и сделать это как можно качественнее и получить опыт только в современных инструментах и освоить только актуальные навыки, необходимые современному андроид-разработчику, и не тратить свое время на уже устаревшие инструменты, тогда я вас приглашаю на индивидуальное обучение по программе андроид-разработчик за 3 месяца. Я разработаю для вас индивидуальную программу обучения и доведу до уровня профессионального андроид-разработчика за 3 месяца, если вы ничего не понимаете в этой сфере. Или гораздо быстрее можно прийти к нужному уровню, если вы уже что-то знаете. На программе есть возможность оплачивать обучение как помесячно, так и по полмесяца. Кстати, вы можете обучаться в своем темпе, и если вы проходите обучение немного медленнее, чем это предусмотрено программой, то за верх потраченное время нахождения в программе ничего оплачивать не надо, и это очень удобно. Для того, чтобы проконсультироваться по вопросам обучения, вы можете написать мне в личку или зайти на сайт курса. Все ссылки для связи со мной и ссылка на сайт с курсом есть в описании. На просторах интернета вы можете встретить много рассуждений различных специалистов, что использовать Котлин или Джава, вы можете увидеть много мнений как в одну, так и в другую сторону. Но в этих видео люди рассуждают о синтаксисе, структуре и чисто технических моментах. Но таким вопросом в основном задаются те, кто только приступают к изучению андроид-разработки, а такая сугубо техническая информация для тех, кто хочет только стать андроид-разработчиками, почти бесполезна, так как в этих видео они не получают четкого ответа на вопрос, какой язык выбрать для разработки андроид-приложений. В этом видео я расскажу о своем опыте и объясню вам свое мнение. Итак, поехали. Я начинал изучать андроид-разработку, когда еще Котлин не активно использовался, и как вы понимаете, я изучил Джаву и писал на ней. Своё первое приложение я написал именно на Джаве, после этого я стал замечать, что многие советуют начинать присматриваться к Котлину. Я был настроен скептически и каждый раз при изучении нового фреймворка или библиотеки, я все чаще натыкался на то, что документация или урок сделан на Котлин, а не на Джаве. Вы не представляете, как меня это бесило. Я максимально и упорно игнорировал Котлин и писал на Джаве, и не хотел видеть другого пути. Это сейчас я понимаю, как это было глупо. Затем, примерно полгода спустя, мне мои знакомые и сеньорные товарищи предложили поучаствовать в американском стартапе, но при одном условии. Нужно писать на Котлине. Это был для меня вызов, но я решился. И хорошо, что это произошло. После беглого изучения синтаксиса и нюансов в ООП, я начал писать проект. И вы знаете, я полюбил Котлин. И после этого проекта я так и не вернулся на Джаву. Мне после Котлин Джава казалась какой-то доисторической и ненужной, именно в формате андроид разработки. Сейчас-то я понимаю, что это было неизбежно, что Котлин это настоящее и будущее в андроид. А Джава для андроид уже особо и не нужна. Только для сугубо сложных моментов. Это моя история того, как я перешел на Котлин. После этого я переписал свои проекты на Котлин и вкусил все плюсы этого языка. Действительно, очень много понимаешь, когда ты написал проект на Джаве и переписываешь его на Котлин. Ты сразу видишь плюсы этого языка. Но вы наверное хотите узнать, что вам изучать, Джаву или Котлин. Вы наверняка слышали много мнений. Очень часто можно встретить такое мнение, что нужно писать сначала на Джава, а потом уже на Котлин. Но задайте себе вопрос, самый главный вопрос. Вы хотите писать мобильное приложение? Вы хотите стать настоящим андроид разработчиком в нормальные сроки и на актуальных технологиях? Или вы хотите годами играть в обучение на андроид разработку и заниматься накапливанием знаний? Подумайте над этим и дайте себе честный ответ. Если вы хотите заниматься реальными практическими делами и писать приложение, а не томительно учить Джаву, тогда для того, чтобы стать практикующим андроид разработчиком, вам нужно изучать Котлин. Во-первых, это более приятно и быстрее можно начать осваивать андроид разработку. Во-вторых, Google объявил Котлин основным языком под андроид разработку. В-третьих, все новые фишки, библиотеки, фреймворки пишутся в первую очередь на Котлин. Да и многие обучающие современные уроки сделаны под Котлин. Серьезно, вы еще думаете, если вам кто-то говорит про Джаву в андроид, как о языке, с которого нужно начать? Нет, 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 вы рехнулись? Посмотрите на профиль этого советчика. Скорее всего, вы увидите, что он занимается обучением именно Джавы. Вот в этом его и интерес. Тут особо комментарий даже и не нужно. Давайте вернемся в прошлое, когда в жизнь человечества вошли автомобили. Представьте себе ситуацию много лет назад, когда люди пересаживались на первые механические средства, вроде машин с лошадей. Чтобы было, если все мы остались передвигаться на лошадях и игнорировали прогресс и все новое, в том числе и первые примитивные автомобили. Ну, наверное, мы бы тогда сейчас и не знали, что такое интернет и различные технологии. Хотя я вас уверяю, что и тогда были противники всего нового. Так что же вам делать, что выбрать? Однозначно начинайте с Котлина, а Джаву доучите через несколько лет, если нужно, будут очень глубокое понимание внутренности платформы Android. Но для того, чтобы писать приложение под Android, вам Джава сейчас не нужна, вам нужен Котлин. А если вы хотите за 3 месяца стать Android разработчиком, то я вас приглашаю на свой курс. Все ссылки есть в описании. Долго не думайте над глупыми вопросами, не слушайте разных там советчиков, которые пытаются вас запутать. И не сидите долго в всяких бесполезных чатиках, где одни программисты обливают дерьмом других программистов и спорят. Я вам так скажу. У нас стоящих практикующих разработчиков нет времени сидеть в этих чатиках. Максимум же на что есть время, это писать проекты и вести публичную деятельность в плане создания различных видео. И для чего, как вы думаете, они ведут публичную деятельность? Для того, чтобы увеличить поток трафика к себе? А может быть потоки заказчиков? А может быть поток новых клиентов? Подумайте. Дело в том, почему я веду этот YouTube канал? Все просто. Я хочу создать свою школу, в которую будут приходить люди и безболезненно изучать Android разработку. Я хочу более сильнее заявить о себе, хотя бы на русскоязычном пока пространстве. В планах у меня создать англоязычный YouTube канал и заявить уже себе на мировой площадке. Я знаю, как изучить Android разработку за 3 месяца. Я сам пошел не по правильному пути, но просто потому, что тогда была Java. Я потратил на изучение Android разработки полтора года. И к тому, что я не сидел 2 часа в день за изучением. Я сидел с утра до вечера. И я не просто сидел и изучал. Я писал параллельно свои проекты. И я знаю, как изучить Android разработку именно за 3 месяца. Я знаю, что изучать и как преподнести информацию и практику людям, которые начинают, чтобы у них было все понятно. Чтобы не было такой ситуации, когда вот мой код и разбирайтесь. Нет, я рассказываю про каждую строчку кода и почему мы должны сделать тут так, а тут так. И я знаю, как сделать, как довести вас за 3 месяца до состояния профессионального Android разработчика. Именно поэтому я занимаюсь. Я не сижу в этих всяких чатиках, потому что мне просто тупо не хватит на это времени. Все мое время занято. Это публикация видео для YouTube канала, создание и прокачку курса по Android разработке и написание своих проектов. Я даже перестал делать мобильные приложения под заказ. Но это тема для отдельного урока про то, почему через несколько лет в следующем шаге будет разработка своих проектов. Потому что работая под заказ, вы не будете развиваться. А разработка своих проектов, это уже, скажем так, рейт нового уровня. Но это уже тема для отдельного видео. Там тоже мне есть много что рассказать. У меня есть опыт в этом и в веб разработке раньше, и сейчас в Android разработке. И тоже есть, что об этом рассказать. Kotlin или Java? Ну, конечно, Kotlin. Хотите быстро выучиться? Приглашаю вас к себе на обучение. Ну, а на сегодня у меня все. С вами был IT District. До встречи на следующих эфирах. Всем пока.